У Могилёве проходит форум Могилёвской и Бранской областей по межрегиональным супрасоуництве у сферы молодёжной политики. У им принял удел старшиня Совета Республики национального сходу Михаил Мясникович. Два областные центры Беларуси и России стали пионерами по супрасоуництве у новых умовах. Подписаны шырых домов об супрасоуництве по межрегиональными структурами Могилёвской и Бранской областей. Это головный выник работы першика форума Могилёвской и Бранской областей по межрегиональным супрасоуництве у сферы молодёжной политики. Это дорогого стоит, потому что мы спустились на одну ступеньку ниже, поближе к населению. И я думаю, пройдёт не совсем много времени. Молодёжь оценит сегодняшний день и сегодняшнее принятое нами соглашение. Региональные домовые умежих союзной державы продуглеживают суместную работу по гандлёво-экономичных и культурных напрямках. Зробленный крок до супрасоуництва конкретных предприемств в Беларуси и России. Я думаю, это только начало. В следующем году мы будем проводить в Брянске. Вот то, что сегодня была принята резолюция, привести в следующем году в Брянске. Но вот этот год, это не просто будет ожидание следующего года. Это будет действительно идти целенаправльная работа. Так само на пленарном потяжении подписана додатковая домова помеж Брянской областной думой и Могилёвским областным советом депутатов. Здесь неный выход на узровень особистых, взносенную помеж представниками улады и громадской обедевых держав. Межрегиональное супрацовництво помеж Беларуси и России было больше социально-гуманитарное и часом обмяжовывалось с уместными культурными мероприемствами. Теперь ухил треба зарабить на экономику, празмолодежную политику и створение суместных предприемствов. За уважу старшиня Верхней Палаты Беларусского парламента Михаил Мясникович. 127 декретов, указов, законов, кодексов, которые надо принять. Причем сделать это желательно в течение 2016-2017 годов, для того, чтобы уже последующие годы эти акты законодательства работали. И я почему обращаю внимание, что мы стремимся, чтобы вот эти документы, о которых я говорю, чтобы они были унифицированы с российским законодательством, по данным вопросам. Тогда не будет этих барьеров, на которые мы ссылаемся постоянно, что они мешают созданию общего рынка без изъятия ограничений. Про выполнение программы союзной державы, так само про мягчимое створение суместных предприемствов, размова ишла и на сострыщи кероников двух областей – Могилевской и Бранской. Головное, как агольный проект створил конкуренцию на рынках третьих краин. Сегодня присутствует проблема рационального импортозамещения. То есть не нужно изобретать попросту колесо, если есть в одной из наших двух стран, тем более областей, какие-то производства, которые могли бы составить конкуренцию. Это мы сейчас говорим о лифтмарше нашим, что нет смысла строить новое производство. Нужно развивать то направление, которое сейчас присутствует в Брянском регионе. Это Брянск-лифт. Керовництво Бранской в области жадает реанимировать свое молочное предприемство. За опытом звернулись до Могилевского холдинга. Пабывали у лаборатории, на уласной вочи переканалися у без специи и якости продукции. У час работы форума працавали четыре тематичные секции. На их обмирковали супрацовненство у сферы туризма, культуры, спорта, дукации, духовного и патриотичного выхования молодцы. Татьяна Сергеевич, Татьяна Дмитриева, Александр Артемьев. Новинрегион.